Да нет! Сегодня, во славу богов, прольется кровь, и парикам полон не успеет! И галлией, за нумидию играю я, за галлов играет мастер-клан, рекрут нашего клана, сергиус бит. Начнем со своего состава, шесть легонеров нумидийских в золоте, шесть длинных щитов в золоте, шесть лучников в золоте, два отряда нумидийской кавалерии в золото плюс лучка опыта. У галлов, блин, меня здесь рашит, поэтому придется рассказывать про составы на паузе. Шесть благородной кавалерии варварской в золоте, два генерала варварских, так, генералы тоже в золоте, шесть собак и шесть боевых групп в один знак качаны, боевые группы. Так, ну, теперь смотрим бой, так, 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 ну, нельзя сказать, что здесь нумидия слишком уж сильнее, чем галлы, но определенный перевес на стороне. Нумидия за счет того, что есть стрелки, прежде всего. Ну, и вот в данном конкретном бою у меня перевес за счет того, что у меня есть, за счет того, что у меня более грамотный состав. Вот боевые группы здесь не в призыве фраз на армии, извиняюсь за выражение. Эти ребят очень трусливые и крайне малоэффективные, их брать не стоит. То, что за галлов взяли генерал, это, конечно же, плюс, учитывая низкую мораль галлов. Но отсутствие нормальной пехоты это очень сильный минус, который, ну, не дает шансов здесь галлам победить в этом бою. Идет раж, и мне здесь удалось очень быстро согнать всех собак. И вы видели этот момент отрядами нумидийской кавалерии дротикой. Дротики очень быстрые и шустрые ребята. Ударили по собакам. А, как вы знаете, собак бьют крестьяне, да, это обычный отряд крестьян, к которому добавили собак. Поэтому очень низкая мораль, и с одного чандра там вспыхивает буквально два-три отряда, если они рядом находятся. Собак прогнал, и у галла фактически остается одна кавалерия и бомжа пехота. Здесь уже дальше, как говорится, дело техники, добить все это дело. Учитывая то, что боевые группы получили огнем, пока шли в атаку, видите, 26 человек. Осталось пили, мы по ним отгрузили легионеры. И видим, здесь обходят моих легионеров Галя и чаржатся в кавалерию. Ну, достаточно неплохой момент. Видим, что грамотно действует, не закидывает всю кавалерию сразу, держит тайминг, бьет по очереди кавалерии. Но, опять-таки, за счет того, что кавалерия у него не в клине, часть, а у меня вся кавалерия в клине. За счет того, что я нахожусь в окружении своих войск, а здесь сейчас вспыхивает Галя. Здесь у меня определенный перевес тоже имеется. В этом моменте видим, что здесь мои легионеры завязали боевые группы. И здесь происходит еще один фатальный момент для Сергея Сбита. Это умирает генерал. И видим, что вся пехота моментально вспыхнула в этот момент. Вспыхнула также часть кавалерии Гальской. И сейчас будет заход легионеров в тыл и удар на медийских дротиков тоже в тыл по завязанной кавалерии. И бой будет закончен. Здесь опять хреновый момент. То, что мои лучники, у них стоит всегда по готовности, и они отгружают по моей же кавалерии в спину. Ну, пытаются попасть, конечно, во вражескую, но факт, что ебашек, по-моему, моей конница. Вот такой вот неприятный момент у лучников. Вот такой вот бой получился. Что можно сказать? Ну, Сергей Сбитрия Крутклана играет совсем недавно. И для него любой турнирный бой, это неважно победа или поражение, главное опыт. Ну, а с вами был Гамрик Арбарк. Надеюсь, что вам понравилось. Наше занято. Увидимся. Давай. Поехали.